Олимпийский чемпион Александр Карелин Власти на прямой линии. Мэр Бийска готовит ответы на заданные вопросы, а губернатор края ждет мнения и темы от жителей региона. Свой след в мире прекрасного. Наши корреспонденты оставили отпечаток в ночи искусств. Искусство действительно объединяет. Виктор Томенко проведет вторую за год прямую линию с жителями Алтайского края. Она состоится 21 ноября. Промышленность, медицина, доступное жилье и дороги. Спросить о том, что беспокоит больше всего, может каждый. Достаточно оставить вопрос в социальных сетях или на сайте прямой линии. Кроме того, свое обращение можно оформить и в письменном виде в офисах партии «Единая Россия» и отделении Народного фронта, а также через администрацию города. Специалисты административного аппарата окажут помощь в составлении обращения, проверят его на соответствие установленным требованиям и обеспечат его отправку на прямую линию. На часть вопросов губернатор ответит лично во время прямого эфира. На остальные обратная связь будет дана письменно, на указанный в обращении адрес или личный аккаунт, с которого задан вопрос. Напомним, глава региона в этом году уже проводил прямую линию. Она состоялась 31 июля. Тогда поступило более 1600 обращений. Более 70 столько вопросов зарегистрировали в пресс-центре городской администрации. Эта задача уже не для краевых, а для бийских властей. Виктор Щегрев также проведет прямую линию, но она пройдет чуть раньше 13 ноября. Прием вопросов на местном уровне завершен, так что если вы еще не успели, то обратитесь к губернатору. Световому фонтану быть. Администрация города нашла подрядчика, который возьмется за работу и к Новому году украсит центральный парк Бийска. Новый праздничный объект установят поверх существующего водного. Световой фонтан представляет собой декоративную конструкцию из металлокаркаса с узором. Элементы подсветят цветными диодами и гирляндами. Город заплатит за установку и настройку конструкции 1 миллион 370 тысяч рублей. Световой фонтан должны смонтировать к 25 декабря. Он станет хорошим дополнением к интерактивному Деду Морозу и Снегурочке, которые также будут в новинку бийчанам. Все эти арт-объекты в этом году впервые украсят новогодний городок на Петровском бульваре. В Бийске определили места расположения елочных базаров. Моря готова предоставить 14 участков под места торговли новогодними деревьями. При этом в одном месте могут разместиться несколько продавцов. Все точки привычные для бийчан. У трамвайного кольца на остановке Гилева, на Табачке, на Зеленом Клине на площади 9 января и неподалеку от школы номер 34. В Заречной части у культурно-спортивного центра в районе льнокомбината. До Нового года остается менее двух месяцев. Ожидается, что елочные базары начнут свою работу с 10 декабря. Не переоценивайте свои навыки вождения и возможности автомобиля. С таким предупреждением в связи с ухудшением погодных условий выступили в Бийской госавтоинспекции. Бийчан призывают быть предельно аккуратными на мокрых дорогах, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость. Шиномонтажные мастерские переживают вторую волну наплыва клиентов. По мере того, как зима надвигается на наш регион, все больше горожан задумывается о смене шин. Все зависит от погодных условий. Очень сильно людей подгоняет снег. Но сейчас у нас началась такая тенденция уже, наверное, года четыре. Народ, наверное, стал маленечко умнее, машины стали дороже, люди берегут свои машины. То есть они начинают перебываться намного заблаговременнее. По словам экспертов, основным ориентиром является температура воздуха. По общепринятому правилу, летние шины теряют свои свойства при температуре ниже 7 градусов тепла. Также важно учитывать не только ночную температуру, но и условия на дорогах. Например, утром чаще всего бывает скользко из-за ночных заморозков. 300 юношей в возрасте от 13 до 15 лет со всего Сибирского федерального округа, а также Курска, Белгорода, Луганской народной республики. Турнир Кубок Единства повысил свой ранг от регионального до всероссийского и даже выше. В соревнованиях также приняли участие юные спортсмены из Казахстана, Белоруссии. Фееричное открытие, шоу-концерт, зрелищные поединки, мастер-классы от именитых спортсменов посетил соревнования и сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Подробности в нашем следующем сюжете. Центр единоборств и всеобщего внимания. В эти праздничные выходные Наукоград стал спортивной столицей Сибири и всей страны. Турнир Кубок Единства повысил свой ранг и статус. Из межрегиональных соревнований в соревнования всероссийские. Среди почетных гостей те, кому спортивный олимп уже покорился. Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Российской Федерации, лично поддержал турнир. Его присутствие здесь – мощный стимул для развития и работы над собой для многих из начинающих борцов. Пример и в спорте, и в жизни. Помните о том, что вы сегодня обязаны продемонстрировать в сыскательной публике, в Бийске, где борьбу любят, где в борьбе разбираются, всю красоту, поэтику и бесконечно волнительные перспективы нашего вида жизни. На фоне пышного открытия и поздравительных речей от именитых гостей – нешуточные бои. За дни соревнований на ковер вышли около 300 борцов из разных регионов России. У всех одна цель – золото. Сначала настраивался на первое место всегда. Готов был, вышел, победил, занял первое место. Схватка была такая тяжелая. Не все получилось, конечно, но выиграл. Резкие захваты, внезапные подсечки, броски на ковер. Все школы греко-римской борьбы Сибири – достойные соперники. Алтайскому краю хорошую конкуренцию создают борцы из Новосибирской области и Красноярска. На ковре ребята от 13 до 15 лет. Не всем удается постоять на пьедестале, но важный опыт, яркие эмоции и уверенность в себе – тоже результат. Мне понравилась организация этого турнира, как все происходило, как уходили на поединки, особенно в финале. К слову, медали победителям готовили на месте и фото, и гравировку. Это новинка турнира 2024 года. Кубок единства впервые провели в ноябре 2012. В 2015 году соревнование поддержал Александр Карелин. С тех пор турнир стал визитной карточкой греко-римской борьбы в Бийске. А вскоре у юных борцов Наукограда появится специальная спортплощадка. Центр планируют открыть в историческом здании кинотеатра «Октябрь в Заречье». Ремонт здесь практически завершен. Первые тренировки начнут проводить здесь уже этой зимой. Кристина Чернова, Сергей Бертман, Илья Питков. Будни. Совсем немного рекламы. Не переключайтесь. Забудьте про морозы. В наших куртках и пуховиках тепло и комфортно в любую погоду. Огромный выбор размеров и стилей. Ермак. Микрофаново 35. Остановка вокзал. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама. Узнай и ты. АЭС Финанс. Узнал, передай другу. Сбережения до 22% годовых. Много слухов, а нужны факты? Следите за новостями на сайте Бийского рабочего. Полная картина каждого дня. Эксклюзивные и оперативные материалы. Биорг.ру. Новости в режиме онлайн. По-прежнему самый дорогой в Бийске. Речь о бензине марок АЭ-92 и АЭ-95. По данным Алтай-Крайстата, за октябрь цены на топливо в Наукограде остаются самыми высокими в регионе. Так, за литр 92-го в Бийске просят 52 рубля 82 копейки. При средней цене по региону 51 рубль 40. Выше, чем в остальных городах и районах края, цены и на 95-й. Цена за литр 56 рублей 79 копеек. При средней 54,96. По всем остальным видам топливо Бийск не самый дорогой город. Например, лидирующую позицию по стоимости литра дизельного топлива занимает Белокуриха 68 рублей 81 копейка. В то время как в Наукограде дизель стоит 68 рублей и 3 копейки. Очаг бешенства выявили в Барнауле в конце октября. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении карантина рядом с административным зданием, где зафиксировали вспышку. В нем располагаются несколько организаций, в их числе столовая, а также аварийно-диспетчерская служба Барнаульского водоканала. На данный момент неизвестно, какое именно животное заразилось бешенством. Информация устанавливается. Но в соответствии с правилами карантина на территории усилены меры, ведется наблюдение за животными, проводится вакцинация. Карантин по бешенству подлежит отмене через 60 календарных дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заражении. В Бийске вспышек заболевания не зафиксировано. Однако ветеринары напоминают, лучшей защитой от опасного вируса является вакцинация. Бешенство – это вирусное заболевание, которое поражает любое животное в том числе человека. Лечения от бешенства не существует. Летальность стопроцентная. То есть, если животное или человек будет заражено вирусом бешенства, он умрет. Единственная профилактика – это вакцинация. Людей вакцинируют, как правило, после травмы. То есть, если вас укусила неизвестная собака или какое-то дикое животное, то нужно обратиться в травмпункт и там поставят курс вакцинации от бешенства. Опасность бешенства заключается в том, что у заболевания длинный инкубационный период. И за несколько дней до появления первых симптомов животное уже может заразить других питомцев. Вирус атакует нервную систему. Чем ближе пораженное место к мозгу, тем быстрее прогрессирует болезнь. Это заболевание может появиться через несколько недель после контакта с зараженным животным. А после уже не дает шанс спасти человека или животное с симптомами бешенства невозможно. У домашних же животных существует профилактическая вакцинация, которую по закону Российской Федерации нужно выполнять каждый год. К сожалению, некоторые владельцы пренебрегают этой вакциной в страхе из-за побочных эффектов от вакцинации для своего питомца. Но современные вакцины, они безопасны и, как правило, не вызывают никаких реакций со стороны животного. Но человек, который отказывается от вакцинации, тем более осознанно отказывается от вакцинации, он ставит в опасность в первую очередь сам себя. Потому что если его животное подерется, покусается, его кто-то укусит, то в опасности будет семья этого человека, сам этот человек, а не только его собака или кошка. Россия объединяет. Под таким емким названием в Бийске состоялись мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В течение шести часов выставочный зал принимал гостей, позволяя каждому пришедшему познакомиться с искусством и творчеством. Подробнее об этом в сюжете Алены Кисеевой. С появлением акции «Ночь искусств» некоторые бийчане стараются посещать ее ежегодно. Кто-то же, наоборот, знакомится с ней впервые. Однако, независимо от этих обстоятельств, выставочный зал старается удивлять всех своих посетителей. В этом году программа мероприятий отличалась от предыдущих лет и проходила в течение всего дня. Это было обосновано тем, что можно было привлечь большое количество школьников, которые находились на каникулах. Мы предусмотрели творческие встречи с художниками, например, как стать художником. В данном случае, например, мастер-художник Людмила Беляева проводит мастер-класс и показывает приемы работы. Ну а, конечно же, для взрослых наших посетителей мы тоже, кроме действующей выставки, основная задача – это показать выставку, популяризировать выставочный зал. Но вот эта интеграция видов искусства, она всегда приветствуется. Мастер-классы в этот день были рассредоточены сразу в двух залах. При желании и без особой спешки люди могли принять участие в каждом из них. В частности, была возможность создать деревянный магнитик, брошку из шерсти и даже веселый зоопарк. Занятие интересное и увлекательное. Мы работаем с пластилином, вдавливаем его в основу, а затем уже используем природный материал. И получается у каждого ребенка и у каждого взрослого свой неповторимый рисунок. Также, кроме действующей выставки «Алтай – любимая песня», которая посвящена 120-летию со дня рождения сибирского краеведа-художника и бывшего директора Бийского краеведческого музея Александра Маркова, для посетителей была подготовлена музыкальная программа. Можно было насладиться выступлениями ансамбля «Скрипачей каприз» представителей детской музыкальной школы номер два и концертом Вячеслава Васича. Судя по наполняемости зала, да, очень оживленно, очень радостно, что людям это очень нравится. Мы рады, что сегодня люди нашли возможность прийти и провести свое время вместе с искусством. Уже по доброй традиции, помимо всего прочего, в выставочном зале «Бийска» всегда стараются оставить место для спонтанного творчества гостей. Вот и в этот раз каждый пришедший мог это сделать. Свой след в этом деле оставили и мы. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. Подробнее о прошедших мастер-классах смотрите в программе «Я в Бийске». Выйдет она 12 ноября. Теперь к новостям спорта. Сразу пятеро бийчан стали победителями и призерами турнира по боксу. Краевые соревнования прошли в Рубцовске накануне. Турнир можно считать как минимум межрегиональным, а по факту даже международным. В Алтайский город приехали боксеры из Казахстана и Киргизии. Воспитанники «Бийской школы Олимпийского резерва номер 3» клуба «Бригантина» отличились на ринге. Их достижение 5 медалей. Два золота у Ибрагима Гусейнова и Александра Катасонова. Три серебра у Макара Перевозчикова, Ильи Панюкова и Матвея Архипова. Александр Катасонов также был признан лучшим боксером турнира. Теперь о погоде. В Бийске 6 ноября будет облачно. Возможен слабый дождь, ветер северо-восточный, сменяющийся восточным. Влажность воздуха будет высокая. Атмосферное давление в течение дня будет в пределах нормы. Но позже вечером станет пониженным. Возможно, умеренная геомагнитная буря ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 3, плюс 5 градусов тепла. На сегодня это все. Напоминаю, что эта рабочая неделя началась со вторника, а значит, короче, на один день мы ближе к выходным. И на такой позитивной информации мы с вами прощаемся. Не забывайте номер телефона редакции 31 35 07. До свидания.